Выпускники тем временем готовятся к экзаменам. Уже через пару месяцев им предстоит покинуть школьную скамью и отправиться во взрослую жизнь. Кто-то уже успел выбрать будущую профессию. Ну а для тех, кто еще в раздумьях, предлагаем посмотреть наш следующий материал. В нем мы расскажем о том, чем хороша работа авиатехников и где можно выучиться на востребованную сегодня специальность. Вот ТК-15. В ДОКе Ми-8 авиационно-технической базы Наринмарского авиаотряда в эти дни работа, что говорится, кипит. Вертолеты необходимо подготовить к весенне-летнему периоду. В кабине сегодня наравне с остальными трудится Елизавета Докторова. Курсант Выборгского авиационного технического училища в Заполярье приехала на практику. Когда мы приехали, я очень переживала, очень паниковала, что нас просто кинут на самотек. Вы делаете, что хотите? Нет. Нас сразу встретили главные, нам проявили всевозможные инструктажи, то есть это и водный инструктаж по безопасности, по противопожарной безопасности, на рабочем месте всевозможные инструктажи. Каждому, кому не подойдитесь к персоналу, он очень открыт тебе, он расскажет тебе даже больше, чем ты спросил. Лиза и ее однокурсник Владислав учатся на техниках по Айрео. Эти специалисты отвечают за исправность авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушного судна, то есть преимущественно работают в кабине вертолета. В Нарьинмаре ребята впервые, и впервые будущие техники могут работать на настоящей неучебной машине, правда под строгим контролем наставника. Да, мы поставили по полноценному рабочему дню, мы их распределили по сменам, чтобы можно было достаточно, ну, подробнее на каждом уделить внимание, побольше внимания на каждого. И поэтому у нас работают два через два, полные смены, и, ну, чтобы, как бы сказать, больше получить информацию. Самой гайкой, на снегранный водитель, вот сюда, на эту гайку, на которую просто на заворачивание так поведешь, и все. Обслуживанием и ремонтом силовой установки и всех агрегатов вертолета занимаются техники по летательным аппаратам и двигателям. Перед весенне-летним периодом каждую винтокрылую машину загоняют на межсезонное обслуживание. Старшим коллегам в этом помогает Сергей Гульков. Парень родом из Нижней Пёши, с детства мечтал работать в авиации, поэтому после 11 класса поступил в Выборг. Ну, работа достаточно сложная, потому что лежит, ну, большая ответственность, как бы летают люди, пассажиры по деревням, по округу. И то, что нужно все делать четко и качественно. Интересная профессия, как бы, с такими машинами работать, как бы, очень интересно. Труд авиатехников всегда высоко ценился, ведь именно от этих специалистов зависит безопасность полета и исправность воздушных судов. Кстати, у техников Палаид всегда есть возможность переучиться на бортмеханика и летать в составе экипажей. Такие случаи не редкость. Всего же в авиационно-технической базе Наридмарского авиаотряда сегодня трудится 128 человек. В дружном коллективе всегда рады молодым специалистам. Привлечение потенциальных кандидатов на вакантные места является одной из жизненно важных функций авиапредприятия. Предприятия происходят процессы, наши ветераны и уважаемые уходят на пенсию. Нам нужно обновление, постоянная ротация происходит кадров. Предприятие очень заинтересовано в местных кадрах, чтобы местные ребята поступали, учились, приходили к нам, работали. Они адаптированы здесь к климатическим условиям, это их дом. Таких ребят мы ждем. Выучиться на авиатехнике сегодня можно в Московском государственном техническом университете и его филиалах в Егорьевске, Рыльске, Кирсанове, Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации и его филиале в Выборге, а также Омском лётно-техническом колледже. Получить образование техника можно на базе 9 и 11 классов. Более подробную информацию абитуриенты могут узнать в приёмных комиссиях, а также на официальных сайтах этих учебных заведений. Продолжение следует...